В нынешнем году в нашей области на выделенные из госбюджета 9,7 миллиарда тенге ведется ремонт почти 300 километров автомобильных дорог. Еще 741 миллион тенге потрачено на содержание и текущий ремонт более тысячи километров дорог областного значения. Это у нас по Республиканской дороге 56 процентов у нас в улетворительном состоянии. Мы его довели уже с 55,5 процентов. 0,5 процентов для кого-то кажется это небольшой процент, но если в километрах брать, это у нас очень прилипло. До сегодня 1061 километр у нас в улетворительном состоянии республиканских дорог. По областным дорогам у нас, если в этом году мы к концу года пришли, 48,5 процентов улетворительного состояния было, то в этом году мы за 9 месяцев достигли уровня, то есть акта завершения подписания работы 49,5 процентов будет. Большое внимание областным управлениям пассажирского транспорта и автомобильных дорог уделяется развитию общественных пассажирских перевозок автотранспортом в районах. Так в рамках госпрограммы Нурлыжол на 2015-2019 годы планируется строительство трех автостанций в городах Хабда, Комсомол и Шубар-Кудук. У нас сегодня проблема в том, что у нас в Иргизе, в Илл у нас большие автобусы не ездят, потому что там только у нас ездит такси. Проблема в том, что многие люди не хотят ездить на автобусе, они хотят сесть на такси, поехать от дома до дома доехать, комфортно, но несмотря на что мы сегодня будем изыскивать средства, переключаться на более такие комфортные малые автобусы, чтобы выгодно было для перевозчиков, потому что большой автобус на сегодняшний представляет не выгодно. Единственным проблемным вопросом остаются автоперевозки в Шалкар. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог АЭСБАя Усмангалиева, плачевное состояние дороги в этот отдаленный район не позволяет пока использовать междугородные автобусы. Но специально для нужд жителей Шалкара был организован железнодорожный маршрут АКТОБЕ-Шалкар-АКТОБЕ.